Привет, привет. Рада видеть тебя. Как дела? Спасибо, хорошо. Я тоже рад видеть тебя. Конечно, соскучился по вам. Да, взаимно. Вашим друзьям, корреспондентам тоже. Давно, давно мы не виделись, правда. Спасибо, что нашел время, что согласился поговорить сегодня со мной. И, знаешь, сегодня такой особенный день. В Казахстане сегодня праздник День единства народа Казахстана. И вот как раз в этот день к нам пришел ты, парень из Сербии, который стал гражданином Казахстана. Это так вот символично. И вот поэтому я поздравляю тебя тоже с этим праздником. И вот хочу, знаешь, попросить тебя сразу, чтобы ты вспомнил, вот, по-моему, сколько лет уже в этом году вот ты в Казахстане. Спасибо большое за поздравление. Я в Казахстане с 2010 года. 10 лет, значит, в этом году ты как приехал к нам, юбилей у тебя. Да, будет 10 лет, как я здесь один год был в Алматы. И сейчас, с 2011 года, играю здесь, в Астане. Так вообще, спасибо. Я тоже вас поздравляю с праздником сегодня. Ненат, как появился вариант, вот, как тебя позвали в Казахстан вообще? Можешь вспомнить? Да. Я играл, был в России. И когда у меня контракт закончился, мне здесь через агенты предложили, что есть такой вариант в Казахстане. Я раньше, конечно, слушал за стороны, просто много не интересовал себя по вопросу команды. И знал, что слушал за Кайрат, это старый клуб. Такой, и меня пригласили, чтобы прийти, чтобы меня тренер посмотрел. И я пришел тогда в Турцию на сборы с командой, тренировался, и тогда подписал контракт с Кайратом. Это мой первый год в Казахстане. И я хотел этот год проявить себя, чтобы оставил хорошее впечатление, чтобы сыграл хорошо, и потом, чтобы остался и больше здесь. И так все, и шло время, и получилось, что я остался очень долго, и получили гражданство Казахстана. Ненат, вот мы еще вернемся и к Кайрату, и к Кастане. Вот расскажи, как вообще ты в футбол попал. Почему-то у нас этого очень мало знают про тебя, про твое детство. Почему ты вратарем стал вообще? Проси, Юсу, расскажи, как ты пошел в футбол. Мене папа с 9 лета забрал, мы пошли, я хотел тренироваться в футбол, в моем городе, где я родился. И там с начала первых 3-4 месяца я играл как игрок. И потом один раз пришел на тренировку, там не пришли вратари, и тренер спросил, кто то хочет стоять на ворота. И я согласился, я хотел с играть. И потом мне это очень сильно понравилось. И от этого периода я стал вратарем. И тогда начал как вратарь за 9 с половиной лет, где-то так. Начал играть. И потом играл в Сербии. И потом пришел в Россию, с Россией в Казахстан. А почему понравилось вратарам быть? Все-таки говорят, что вратари это какие-то особенные люди, немножко странные, что ли. Ты там один стоишь в этих воротах, еще кричать надо на команду. Да, знаете как, с сегодняшним вратарам нужно быть само умным, нужно думать много и на поле, нужно знать, играть. И, конечно, каждая работа по-своему трудна и есть ответственность, я говорю, за каждую работу. Самое главное, чтобы человек любил свою работу и чтобы давал себе максимально у своей работы. И когда ты любишь свою работу, тогда не ете жало. Конечно, там это тоже, с одной стороны, ты последний игрок и у команды, если ты там ошибаешься, не может никто тебе справить, потому что это только вратарь за то бою стоит. Конечно, есть что то, что ты, не знаю, не можешь потащить, есть что то, что можно. Конечно, мы ошибаемся, нужно всегда стараться, чтобы меньше человек в своей работе ошибался и, конечно, самое главное, чтобы любить свою работу. Слушай, ну вот у тебя рост 2 метра практически, а ты не мог стать в Сербии баскетболистом, например? Не было у тебя варианта такого? Много раз до меня спрашивают, когда ты говоришь, что ты спортсмен, говорят, о, там он баскетболист. Баскетболист, да. Баскетболист, я говорю, не, не, я футболист. Конечно, у меня рост большой метр девяносто семь. Но это за вратаром, можно сказать, и нормальный рост. Там, не знаю, есть по-разному. Конечно, если футболисты, что у них тоже рост большой. И самое главное, если ты, не знаю, хорошо двигаешься, если чувствуешь себя, это нормально. Ну, то есть баскетбол тебя не звали, или ты даже не думал об этом? Ну, в детстве другие виды спорта, нет? Ничем не занимался, только футбол? Нет, конечно, когда был младой там с друзьями, выходили на площадку, играли баскетбол, так. Но что-то так, профессионально, не занимался, да. Люди тоже рыбалку, ехать на рыбалку, когда есть время. Всегда, и когда был очень младой, и сейчас. Потому что это за меня хороший отдых, как говорится. То есть вас станете тоже рыбачиш, оказывается. Па, если честно, здесь немец. Здесь мало, мало время. Све время, что готовлюсь, хочу пойти с кем-то на рыбалку, но все время не получается, потому что много улетаем, много игр. Сейчас, когда карантин, сейчас могло пойти где-то. Так, мало времени вообще. И когда это один день выходной, и все время что-то нужно там по делам, туда-сюда и никак не получается. Ненат, ну вот все, конечно же, отмечают твой шикарный русский. И очень давно ты прекрасно на нем говоришь. И вообще, сколько времени тебе понадобилось, чтобы его так выучить. Я так понимаю, ты же ребятам, да, помогаешь? Вот кто в команду приезжает, вот балканцы, они же тоже благодаря тебе, наверное, учат язык все-таки. Познаешь как? Конечно, если люди там из Балкана, нужно помочь, если можно сначала научить. Просто там есть много слова и похоже на русский там. А с начала я, когда пришел, тяжело было я. Бил в России один и трудно было. А это с одной стороны хорошо, тогда быстрее научишь по тому, что нужно это все. И когда ездишь где-то в ресторан и на поле, когда играешь, что нужно говорить, с одной стороны быстрее научишься. А так с начала тяжело. Я научил, я начинал понимать все через 5-6 месяцев, а так начинал говорить, через, не знаю, 7-8 месяцев, так начинал говорить. Конечно, акцент есть. Так все научили из раздевалки. Честно, не ездили, не учили се у школы русский язык, только так с друзьями из раздевалки, так с ними говорили. И так быстро научил. Конечно, здесь много игроков из Балкана. И, мислям, много. И всегда, когда игрок приходит из Балкана, если нужно, какая то помощь. Я помогу. Они знают английский язык. И журналисты тоже знают английский, поэтому не нужно переводчик. Нам-то на русском легче все равно. Но вот, Марина, ты учил-то массово русскому? Ведь он, по-моему, не сразу разговаривал. Он же не говорил, по-моему, особо сначала. А вот сейчас уже болтает. Да, он сейчас хорошо говорит. Он, от свих Балкананцев, само е, можно сказать, и бистра, научили бистра говорить, по-моему, что он и не стиснялся. Он говорил сио време. Там, и если у ошибали се много, он говорил, говорил, говорил. Потом, когда так говоришь, потом спрашиваешь, я правилом сказал нет, и потом ти бистра меняешь это все, и еще быстрее учишь. А когда молчишь, это, конечно, подлиннее, чтобы научить русский язык. Он так всегда говорил, говорил. Не важно, это правило, не правило, всегда говорил. Нет, но вот ты из Сербии, это Европа. Ты приехал в Казахстан на восток. Культура, вот насколько ты к этому привыкал быстро? Что-то для тебя разное было? Что-то интересное? Что-то похожее, может быть? Ну, в общем, есть много похожее, как с Сербией. Там я здесь очень быстро привыкал, и в России, когда был здесь в Казахстане. Здесь тоже народ приятный, добрый, помогает. тоже кухиня похожее. Мясо? Мясо, да, тоже. Мясо. Конечно, здесь, наверное, может быть и больше выбора по мясу. Там много жирно здесь кушается. Но тут и холодно, наверное. Да, да, да. А у нас тоже там вообще кушается мясо, и поэтому нет там, можно сказать, что-то там сильно отличается от Сербии. А есть там и питание похоже. И люди хорошо, приятно относятся. Всегда хотят помочь. Так вообще. Ну, канину ел? Канину? Да, кушал. Да? Да, у нас канина мало кушается. Ну да. Да, очень вкусно здесь. Я ездил в ресторан и очень така, я покушал. И не такая, в общем, там разница с каким-то другим мясом. Там, когда хорошо приготовится, очень вкусно. Мне понравилось. Просто европейцы, они не все это согласны на это. Да. По-разному. Конечно, у нас тоже есть питание. Можно там каждый день кушать, не знаю, там жирно, сильно. Больше это курица, если тако индийка. Конечно, можно и шашлик, но не каждый день. Ну, ты, наверное, если будешь каждый день шашлык кушать, ты потом в воротах высоко прыгать не сможешь, наверное. Да. Тогда будут очень широко ад. Такой будет. еще лучше. Тогда прыгать не надо, может. Тогда могут двигаться вообще. Тогда лучше посадить на трибуне. Нет, просто стоять будешь и все. Ну, вот когда ты ехал в Казахстан, какие у тебя вообще планы были на вот эту лигу? То есть, какие-то большие или просто приглядеться? Ведь, ну, тогда же не знал ты наверняка, что ты будешь вот сильнейшим игроком Астаны за шесть лет чемпионства, потому что, ну, тебя вот так вот только можно назвать. Все пишут. Ты речь красавчик, я согласна. Спасибо. По, если честно, я очень доволен со своей футбольной карьерой, потому что, если бы кто-то у меня раньше сказал, что я буду играть в Лигу чемпиона, чтобы играл пять лет подряд европейские турниры, это очень большое достижение. Это, можно сказать, и каждый футболист би хотел это сиграть потому что это скрозь другая сфера. И я, когда пришел в Казахстан, я, как сказали, я хотел это первый год сиграть показать само большее в себе и потом мене стало легче и так и получилось. Я могу сказать так, нормальный год был у Алматии, и когда позвонили из тогда назывался футбольный клуб Локомотив, я пришел в Астану и так это все начало. Конечно, сначала было трудно, потому что это, можно сказать, новый клуб, и было трудно, конечно, сначала. Потом, когда каждый год проходил, видно было, что Астана очень быстро разливает, как клуб, и это, все показывает результаты, остане. И это, Астана, что за такое короткое время достигла, это, львы, И я думаю, еще не знаю за какой успех, что так быстро так это все достигло страна сыграть Лигу Чемпиона и Лигу Европы. И очень приятно, когда я пришел, так люди мало интересовали себя за футбол, мало приходили на футбол, а сейчас все по-другому. Сейчас люди очень много интересуются, спрашивают и на улице хочется поговорить. И когда приходят на футбол, когда полный стадион, очень приятно так нам, как футболистам, играть. И это большое достижение, что клуб сделал, конечно, руководство, что было раньше, это начало, сейчас дальше делают новое у нас руководство. И все делают за нас, чтобы мы чувствовали себя очень хорошо, и чтобы чувствовали себя как профессиональные футболисты. Это большой клуб с очень большой организацией. Янат, ну это так интересно, вот все равно Астана и Кайрат это два главных соперника. Ты именно приходишь в Кайрат и потом именно в Астану уезжаешь. Ты так даже не думал, наверное, ну не знал даже, может быть, что вот такое вот соперничество. Да, 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 думаю, что без хорошего остания, если нужно, то же Кайрат, чтобы были другие команды, то же сильные, поэтому нужно, чтобы уровень чемпионата был сильным, поэтому чтобы тебе было и легче в Европе играть. И с Кайратом, когда играют, всегда напряженные, интересные игры бывают. И Кайрат, когда я пришел, он только обратно из первой лиги пришел. И это, только там начинало все, с одной стороны, это, и год был чуть-чуть труднее, потому что там был тогда и ремонт центрального стадиона. И не было так, большой бюджет. И потом, когда я ушел, тогда все это начало, тогда пришел и президент Боран Баев, и он начал там джеловать и базе. И делал все очень хорошо там по клубу. И конечно, Кайрат тоже хорошая и сильная команда, но я снова говорю, без хорошего Кайрата не то хорошее остане. И поэтому нужно, чтобы не только Кайрат и Астана, но и чтобы другие команды были еще сильнее. Потому что это очень хорошо из-за болельщиков, и чтобы было, как я и сказал, чтобы было сильнее чемпионат. Потому что так только можно добавить хорошие результаты в Европе. Ну, в этом году вот в Тоболе Бабаян все-таки тоже, наверное, у них очень должны быть серьезные амбиции, и конкурент вам будет хороший тоже. И знает он вас хорошо. Да, Григорий Константинович, это человек очень профессиональный, он очень хорошо знает свою работу, и если он пришел в Тобол, у них будут самые большие задачи, и что они начали сезона, начали показывать игру, как он хочет. И мы работали много времени здесь в Астане, и я только могу сказать, что это очень большой человек, он 200% в футболу, и по организации, и как тренер, и все делает за игроки, и, конечно, он сделает это болель, поднимет это болель на большой уровень. Я не желаю. И сборы вместе прошли, то есть, как были как тренер, как новички, Пьетро, кто там, Барсигян пришел. Сначала по тренеру, он показал себе у сборной прошли год, видно, что у него есть другая тактика, и он хороший тренер, и он тоже у него есть требования другого. Так как у нас, раньше был хороший тренер, хочет, чтобы было дисциплина, хорошо, чтобы было подготовлено, и видно, что он очень хороший специалист. Конечно, нужно время тоже, чтобы чуть-чуть еще сыграли как команда, пришли тоже новые игроки. И, конечно, у нас в этот год очень хорошие футболисты пришли, и Пьерос, хорош на игровку нападение. Можно сказать, что нам не хватало таких игроков, и Тигран тоже, и молодой Макс, все хорошие футболисты. И, конечно, он очень квалифицированный футболист, нужно время, чтобы еще привыкли, чтобы друг другу сыграли, конечно, у нас нет много времени. И, можно сказать, первые три игры, можно сказать, первые четыре игры, видно, что у нас есть проблемы, и нужно еще больше работать, чтобы это исправили, потому что, как я сказал, нет много времени, чтобы играли все хорошо, чтобы еще лучше узнали друг друга. А так как я вам говорю, что это очень хорошие квалифицированные футболисты. Я думаю, будет все хорошо и все нормально. Ну, вот раз Джорджи нам тут комментарии пишет, вы общаетесь вот с ребятами, кто ушел уже? Джорджи, Марин, кто там, Нема, с кем вы отношения поделитесь? Да, с Неманем общаюсь не так, как с Джорджи и с Марином Анетичем. С Джорджи и Марином побольше общаемся, говорим. Ну, там, они сейчас, конечно, у нас такая футбольная жизнь, сегодня, здесь, завтра, где-то другое. Но это мы друзья, и мы всегда так на связи, конечно. Они тоже сейчас... Джорджи, мы скучаем под себе. Господи, давай. Да, они очень хорошие футболисты, хорошие люди. Так мы на связи общаемся. Но за Оренбургом смотришь, да, наверное? Да, да. И я очень рад за него, что он там и он, в принципе, там ставит капитаном команда. И, конечно, очень, с одной стороны, тяжело, когда борется команда за живание, тогда еще труднее играть на нём в позиции. Но он очень хорошо справляется с этим, забивает голи. И очень красиво голи забивает там, если бы тоже... Насмотрим, да. Да. И я нему желаю удача, чтобы он поехал в большой клуб. И не только нему, и Марину, и Неманью, и Патрику, и Кабаранги, и всем игрокима, которые здесь были. Не, Нат, ну вот уехал Джорджио в Оренбург, в Оренбурге также Исламбев Куат, и Баха за Индзинов играет тоже в России. И вообще, какие шансы ты видишь для казахстанцев в этой лиге? Насколько там можно себя проявить сейчас, как ты думаешь? Па, это, тоже Баха показал, что это, и вообще Казахстан, и чемпионат Казахстана, каждый год становятся все лучи и лучи, и команды, и еще сильнее становятся, и поэтому это еще один показатель, что игроки из Казахстана могут играть в российском чемпионате, и мы играем тоже товарищеские игры, когда идем на зборы, и там нету такая разница, что бы таму большая между клубами, и я думаю, конечно, не только что могут играть казахстанские игроки в России, они могут играть и в другом стороне, как примерно сейчас уже Жуков начали играть в Польшу, Вороговский тоже играет в Берги, да, это очень приятно посмотреть и слушать, и я желаю, конечно, чтобы игроки развивались, и чтобы попробовали еще в больших чемпионатах играть. Ну вот про Баху очень интересно твое мнение послушать, все-таки вы вместе в одной команде были, и он в Россию уехал, будучи очень молодым еще парнем, и вот как ты вообще оцениваешь его перспективу, все-таки ты знаешь его? Да, я не знаю еще там, мы из-за сборных местах жили, и это ничего не случайно в футболе, это очень большой профессионал, и он себе дает тоже очень максимально, в общем, очень профессионально относится и на поле, и ван поле так вообще, всю спортивную жизнь, 200% в футболе, максимально работает на тренировках, это сразу заметно видно, и это тоже показывает, что он молодой, и я думаю, к нему желаю удачи, и желаю, чтобы он не установился на родственного, чтобы еще больше развивался, и еще больше идти, и у него, я думаю, очень большое будущее, как игрока. Ну вот как раз спрашивают, кто по твоему мнению является лучшим футболистом Казахстана? Лучшим футболистом Казахстана? Сейчас там не знаю. Но я за Ирича проголосую. Спасибо. Могу сказать, честно, моё мнение, что Марин Томасов, он у него был прошлый год очень классный, очень хорошо играл, очень много решили очень важных игр. И на данный момент он, есть несколько игроков, и тоже, но если нужно... Жорджи, я согласна с тобой, просто, да. Спасибо, Жорджи, спасибо. Большое привет за Борину. Слушай, ну вот вернути хочу к Кайрату, раз мы заговорили про тех, кто уехал. У них ведь много игроков уехало топовых, ну целый ряд, да. И Сламхан, там Куат, Жуков и Вороговский. И вот как ты думаешь, это не ослабит... Ой, упал телефон. Это не ослабит команду в этом году? Ну все-таки может быть. Без таких лидеров, что ты скажешь вот такой, Райцы? Да, я думаю, они тоже деловали с одной стороны правильные шаги. Эти игроки ушли. Наверное, я не знаю внутри политику клуба. Ушли, но они привезли тоже очень качественные футболисты. И это игрок из Польши, я там пришел. Не знаю вообще как клуб, я не могу говорить, это не моё. Просто это тоже с одной стороны очень опасно, если ты много меняешь игрока каждый год. Нужно, чтобы был костюр команды, чтобы команда была сыграна. Поэтому если ты всё время меняешь, это тоже может быть чуть-чуть трудно. Потому что нужно время, чтобы игроки познакомились, чтобы сыграли себя, чтобы это всё было нормальное. Конечно, да, ушли. Это большая потеря за Каират, что Ислам Хан ушел и Куат. Это очень хорошие молодые футболисты. Они, наверное, тоже хотели попробовать за границу, пойти и играть. А с другой стороны, тоже пришли игроки у Каират, очень хорошие и очень интересные годы и трудные за нас. Потому что с вами хотят играть чемпионство, с вами хотят играть и Астану. Потому что Астана каждый год показывает каротский футбол и в Европе. Конечно, болещики могут быть недовольными и можно говорить там, не знаю, кто это так, а ли само реальное и само правило смотреть там в Европе. У Европы не можно так просто попасть, нужно чтобы играть хорошо, чтобы было качество у тебя, чтобы каждый год это и тоже самый большой результат показать, это очень трудно. И не только в Европе, это тоже в Казахстанском чемпионате. Сви хотят тебя играть, год улетаешь, очень трудно играть. Потому что, конечно, это с одной стороны нормальная и это не только в Казахстану, в каждой стороне, там если реаль приходит, где-то в другом городе, тоже хотят все играть реальность. Поэтому трудно, но поэтому нам нужно быть еще сильнее и еще больше, чтобы работали, чтобы работали наши болещики. Будет трудно, будет интересный чемпионат, я не знаю, в этот год, конечно, будет тяжело, если не будем играть перед болещиками. Футбол играет все за болещики и должны быть болещики на трибунах. А так, если будет, конечно, это такая ситуация, что не только у нас, везде эта эпидемия и, наверное, не знаю говорить, что до конца года без болещика будет. А вот так, да, слышали? Да, я что-то так слушал, я, честно, не знаю, будет, может, что-то с началом, может, будет потом поменять, если будет лучшая ситуация, может, может быть, я не знаю. Просто читают, пишут там, примерно из-за границы, другие стороны будут играть с начала без болещика. Я думаю, футбол играется за болещика, и болещики должны быть на стадионе. Это скрозь другое, другое игре, когда болещики на стадионе, и когда нет никого, только команда. Ну вот, как раз вот сказали на днях ПФЛК, что в июне хотят возобновить КПЛ, и вот, ну да, пока первые матчи без болельщиков, но, тем не менее, будем надеяться, конечно, что потом нас всех к вам пустят. А как вот эти первые матчи прошли, вы же успели еще игру какую-то провести, да, по-моему, без болельщиков тоже, вот, в Алма-Ате. И вообще, как в Алма-Ате игралось вам? Все-таки непривычно же после такой Астаны-арены большой, там, маленький такой стадион. Знаете, как, да, конечно, непривычно, это трудно, очень трудно, и очень трудно, когда ты играешь в другом городе, это другое поле, должно всего привыкать. Я тоже чуть-чуть, не знаю, я думаю, Астана должна была решить Астана-арену, поэтому, что это большой клуб, и так, моё личное мнение, что должно было это всего бистра джеловаться, чтобы играли на своем стадиону, поэтому, что ни как команда, хотим играть с дис, и хотим, чтобы приходили наши болельщики на трибуне, а это сейчас, конечно, такая ситуация, что мы играли там, и это тоже трудно. Мы сыграли только одну игру с Каспием на Визд без болельщика, это сразу чувствуешь и сразу видно, что это не так. Поэтому, когда ты играешь, есть люди, есть большое напряжение, и нужно, всё по-другому, знаете. Слушай, но зато журналисты не пристают, нас-то тоже не пускают. Да, да, да. Не, это, я говорю, футбол это спорт номер один у мира, и я думаю, это быстро всё решить с этой эпидемией, чтобы все были здоровы, и чтобы обратно пришли и болельщики, и журналисты, чтобы всё было как раньше, знаете. Потому что это всё, будет всё трудно, и если играешь без болельщика, если это всё, так, в общем. Не, Нат, ну вот если вы сейчас в июне начнёте играть, опять КПЛ возобновят, перед этим время вам нужно какое-то, чтобы, ну, потренироваться ещё, всё-таки дома тоже с тяжа? Конечно, конечно, нужно, 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 минимально, где-то, я не знаю, тренируй лучше знаю, где-то, по тому, что, если честно, сколько сейчас, полтора месяца, как мы не играем, да, мы тренируемо себя дома, но это, не и однако, просто дома можешь деловать одно, а на поле, это, скроз, другое, нужно делать, и нужно, минимально, где-то, 25 дней, чтобы, я думаю, так, где-то, чтобы приготовила себя команда, по тому, что этап большой, очень перерыв был за каждую команду, и нужно хорошо приготовить себя. 25 не дадут, наверное, вам? Па, не знаю, 20, 25, или потом, если не дадут, тогда мы будем готовиться через игру, я смотрю. Да, да. А как вот тебе то, что два круга оставят, что с кратчачем, я над, что он до најбря всё-таки будет? Па, ничего, что деловат сейчас, такая ситуация, это, решение. Федерации футбола, они смотрели само лучший вариант, нужно привыкнуть на это свео, и двигаться дальше, конечно, сейчас будет, и когда это свео наше нос, плотный график будет много игр, будет тяжело, поэтому нужно очень быстро это и приготовить, и за чемпионат Казахстана, и за Европу, па, смотрим. Ну, это, конечно, решение Федерации, и они это самое лучшее решение, они посмотрели, я думаю, это самое лучшее решение за клубы, что два круга, мы будем готовиться за такое решение и всё. Вам ещё не сказали, когда вы будете на улице тренироваться? Уже всё-таки в Астане послабление уже такие идут, ну, в Нур-Султане. Да, это радует, что я тоже так слушаю и читаю, а пока ещё ничего не говорят, там он должен в эти дни и встретиться, и поговорить. Я думаю, в скорое время должны начать тренироваться, пока ещё не могу сказать, не знаю, когда. Слушай, ну, а как вы там на карантине вообще живёте там? Я читала, что вы с Антонио по очереди в магазин ходите, как у вас быт проходит? Да, хорошо, что мы живём в одном доме и так вообще, я тут напротив супермаркета ходим, там покупаем продукты, готовим, едут, иногда он, иногда я, спускаем, говорим. Так было бы очень трудно, если ты один здесь, где си мне, это очень трудно и тяжело. А так мы вместе, иногда спускаем я, он же, он же, он, мне, так, говорим, иногда приготовим что-то покушать. Вот так, в общем, время проходит, что сделает. Ну, и кто лучше готовит от вас? Антонио, Антонио, да? Да, он, он по-еспански свё хорошо готовит, он научил там. В испании, да, да? Да, да, да. Он хорошо готовит, честно. А ты что готовишь? Там ещё тоже есть неколко блюда, там смеса, там паста, там есть иногда там курица, там просто там, нет, там что-то много компликовано, там быстро это сила. Интересный вопрос. Я думаю, если Ненат расскажет, знаете, в каком он ЖК проживает, то там просто, ЖК это жилой комплекс, спрашивают, где ты живёшь. Да, да, я прочитаю. А я думаю, там просто очередь фанатов будет просто караулить постоянно. А Ненат, вот раз ты... Редом со стадионом, недалеко стадион. Где же? Он вам врёт, по-моему. Ненат, ну, если про болельщиков говорить, да, вот про которых ты сказал, что очень важно, чтобы они были на трибунах, вот, хочется твоё мнение спросить, почему именно у футболистов, которые из-за рубежа вот приезжают, они как-то более расположены к общению с болельщиками? Всё-таки, вот, ну, я надеюсь, на меня никто не обидится, но это правда, немножко более закрытые, ну, вот, казахстанские футболисты в большинстве своём, чем вот приехавшие. Да, я не знаю, я не могу сказать, просто, я могу сказать от себе и моё личное мнение, что ми играем в футбол, футбол сбог болельщика. Сви люди по-разному, не знаю, есть люди кои думают по-другому, я лично думаю, что играют с футболом из-за болельщика и всегда нужно найти время пообщаться с болельщиками. Да, когда проигрываешь и когда не хочется ни с кем говорить и так, но я думаю, что всегда должны найти время за болельщиками. Поэтому мы должны понимать, что они всегда с нами, когда холодно, когда жарко, когда плохие результаты, когда хорошие результаты и они один круг нашей семьи, как мы в раздевалке, одна семья, как команда и как клуб, так должны быть болельщики. И, конечно, наши болельщики на первом месте, а и на тоже болельщики, когда уезжаем в другой город, нужно, если, я так смотрю, если нужно и хочет кто-то поговорить, пообщаться, сфоткаться, все, что нужно, нужно относиться профессионально, потому что это тоже один вид нашей работы. Ну вот вас постоянно же ждут там за стадионом. А какой-то такой подарок особенный был у тебя от болельщика? От болельщика у меня всегда подарки, от двенадцатого игрока, от других людей, спасибо, нима большое, я там никогда не забуду. Мне было там, что, чтобы сделать фотографию, то есть, как называется, как называют, что-то, чем-то, 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 чем-то. Да, чем-то, да. Да, я это чувствую относиться к мене, еще раз спасибо большое за такое отношение, что я слушаю свою фамилию на трибунах, это мне очень приятно. Но ты же еще их подгоняешь вот так вот все время на поле, когда болельщикам, чтобы они кричали. Да, иногда, когда там, не часто там всегда, когда забьем гол или так, это нормальная вещь, я думаю. Но ты эмоциональный игрок, вот сам как ты думаешь? Я думаю, да. Ты же там ругаешься в воротах, видно же иногда бывает. Нет, так всегда, если там что-то неправильно, конечно, еще у меня такая позиция, что нужно говорить, чтобы помогать друг другу, чтобы, может быть, не знаю игрок, не видеть за спину игрока, нужно всегда говорить, а что-то там кричать или так, нет. Я думаю, да, стараюсь быть в границе нормальной. Ну, драться приходилось на поле? Ну, или там, потолкаться? Нет, потолкаться были моменты. В прошлом году, да, по-моему, что-то такое было? Да, да, да. Да, это была такая напряженная игра, и там это все на поле только так бывает. Просто, когда закончится игра, все это наладится, все нормально бывает. Там, это, ну, с одной стороны, нормальные вещи. Конечно, не нужно там драться, но просто иногда это все эмоции, такие там напряжение, нужно выиграть, это все такое, я знаю. Ну, а как ты же капитан, ты в раздевалке можешь там наругать сильно кого-нибудь? Или ты добрый капитан? Ну, я там, не знаю, можно там говорить, но у нас такая команда, что… Вот, есть болельщиков, ты ругаешь, как ты иногда пишешь, что неплохо кричат? Да, ругаешь, что неплохо кричим. Нет, только если я общаюсь с болельщиками, я говорю, зачем так или так, а я так, чтобы кого-то ругал, я не помню, если честно, не знаю. Баллистов не ругаешь, значит, кто там, защитников. Нет, 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 нормально общаемся, нормально, нет. Не, Нат, а вот в целом, как ты переживаешь поражение все-таки даже у такой команды, как «Астана», они случаются? И можешь ли вспомнить какой-то свой, ну, обидный такой пропущенный гол, вот который ты, ну, понятно, что всегда обидно пропускать, но вот такой гол, который ты бы, ну, вот, вытащил, а ты не вытащил, вот такое вот бывает, есть у тебя? Ну, да, есть, когда вы мне задали твой вопрос, я помню, потому что, наверное, это была очень важная игра для нас, когда играли дома с Галатасараем, третий гол, когда так была подача, и что-то я не хорошо среагировал, и мяч зашел в ворота, но хорошо, что тогда мы забили третий гол и осталась ничья. При мне есть, конечно, есть голи, мы тоже люди, мы тоже ошибаемся, а сейчас помню этот гол, что была такая ситуация против Галатасарая дома, третий гол, когда пропустила. Ну, вот долго ты переживаешь после поражения? Конечно, да, всегда, всегда это в голове, почему так, сам себя анализируешь, что могло лучше сделать, почему это так получилось. Конечно, это время нам все проходит, это все забивается, и только нужно смотреть всегда в период, потому что это плохо, если ты оставаешь это в голове, нужно, конечно, анализировать, где могло лучше, что могло лучше сделать, и двигаться дальше, и смотреть твой период, потому что все это забивается, приходят новые игры, новые тренировки, всегда должен доказывать, не важно, сколько тебе лет, а сколько игрит, всегда должен доказывать. А сейф есть у тебя такой вот любимый какой-нибудь, или какой-нибудь особенный, вроде бы не должен был вытащить, а ты взял и вытащил? Да. Да. Было, да. Помню, когда мы играли дома с Манчестером, там был штрафной, когда это тоже решали много, можно сказать, мы играли эту игру. Было потом там с Апоэлом, когда мы пришли в Лугу чемпиона, там на Визе было очень трудно играть, жарко было, после этой игры мы попали в групповый этап. Был момент, еще там, можно сказать, в последнее время это Апоэл, Манчестер, тоже Манчестер на Визе было, можно сказать, тоже с некого хороших моментов. Конечно, мы там проиграли 1-0, но такая была интересная игра, можно сказать. Анинат, вот столько сезонов ты в Астане, вот честно скажи, тебя пытался кто-нибудь переманить? Вот всякие же слухи были, особенно когда заканчивается контракт, и даже про тебя говорили, что ты мог уйти из Астаны. Скажи нам честно. Ваша газета писалась на какого раза, что я пойду. Да, в Тобол мы тебя отправляли. Да, вы меня отправляете каждый год в Тобол. Нет, в этот год не отправляем этот контракт, мы знаем. Да, да, да. Было и в Ордабасе, и в Тобол. Конечно, я не хочу сказать, что я не читаю газету, я читаю тоже газету и интернет, и все смотрю. Просто не даю много внимания на это, потому что я за это все что и когда писал, все это, я, меня никто с никим не говорил из клуба, никогда, просто иногда руководство шутило со мной раньше говорить, почему Ненаде идешь в Тоболу, я говорю, честно, я прочитал из газеты, что иду, вы мне ничего не говорите, или вы кричите, или кричите. Я тоже спрашивала. Да. Можно были какие-то варианты, но никто не звонил, ни с кем говорил из своего клуба. Никто не звал, в общем, да, тебе? Да, да. Хорошо, это прекрасно просто, оставайся в Астане. Да. Я решил, честно, еще пять лет, когда я начал давать интервью, что я свою карьеру закончу в Астане. Свою футбольную карьеру закончу. Далее это будет через, тогда, когда я говорил, через год, два, три, пять, я буду закончить свою карьеру, потому что мне мой клуб много дал, и я это очень сильно ценим, и я здесь до конца буду остаться. Круто. Сейчас посмотрим, насколько будем еще играть. Да, вот. Просто тут как раз вот пишут, несколько раз спрашивают, и, конечно, всем интересно, потому что все-таки ты парень взрослый, как ни крути, и контракт у тебя еще на этот сезон действует, насколько я знаю, да. И вот какие все-таки, какие варианты у тебя дальше будущего, ты чувствуешь в себе силы, чтобы поиграть еще, порадовать болельщиков. И вот мне такой вопрос сразу, если вдруг, ну, когда-то же ты закончишь эту карьеру в Астане, неважно там, может быть, через пять лет, но готов ли ты остаться в клубе на какой-то другой должности, там, спортивный директор, может быть, или что-то такое, может быть, тренером вратарей, ну, в Астане. Да. Знаете как, на први вопрос, по вопросу контракта, да, ви правило сказали, это правило, что у меня контракт закончится на канцово года, па смотрим, пока на данный момент, я не могу сказать, во-приотничество, я чувствую себя хорошо, здоровье хорошо, хорошо относимся к своему работе, и чувствую себя хорошо, мне это травма, а время покажет потом, если там будет все хорошо, это тоже не зависит от меня, и если я буду чувствовать себя хорошо, и если вижу что могу еще помочь команде, я хочу еще играть, но это тоже, с другой стороны, не зависит от клуба, они предложат контракт, не предложат, это все не могу точно сказать. А другой вопрос по работе, конечно, я бы хотел остаться в клубе, это тоже не зависит от меня, это тоже зависит от людей, которые руководят клубом, если они предложат мне какую-то работу, если мы договоримся, я буду работать в Астане и дальше, посмотрим. да, а вот просят мне рассказать, как ты выбираешь цвет своей формы, есть ли какой-то любимый цвет, мне кажется, это зеленый, нет? Нет? Нет, это мой администратор любит зеленый. А, да? да, это два варианта, не знаю, это тоже красивая форма, просто не получается, потому что команда, очень много команд играет в белой форме, и вратару не елзе, это все зависит от команды цветка, это не может много зависит, а я не знаю, каждую форму по своему любовь, может быть зеленый, и белый, и черный. А счастливый и есть счастливый цвет у тебя? У меня нет так, если честно, чтобы что-то не знаю, мне нужен не цвет, или так, просто не смотрю много на это, конечно, нужно тоже красиво выглядеть на поле, а так, чтобы там, какой особый цвет, нет такого. И вот просят рассказать, за какую команду болеешь вообще, ну, в мировом футболе, может быть, может быть, за другой вид спорта какой-то, еще смотришь вообще, какие у тебя увлечения? По не, я футбол люблю, и, я много раз, и ваши друзья, корреспонденты, когда я спрашиваю, я всегда говорю, что я люблю очень сильно, поманду Juventus, потому что там еще, еще стоит вратарь, он сколько у него, 41, 42, да, Буфон, Ювентус люблю вообще, так, на протяжении много лет я о них, и когда я пришел, тогда тоже, меня спросили, я тоже говорил. А ты с ним в жизни не встречался, с Буфоном? Нет, не встречался, не встречался, конечно, было бы хорошо, если ты, если ты, любишь этого вратаря, чтобы так лично встретились, и поговорили, сфоткаться, А играть именно в другой вид спорта, кроме футбола, не смотреть, а играть? Может быть там в теннис не играешь ты, или что-то там еще? В теннис, друзья играют, я просто что-то, вижу, хочу попробовать, можно когда закончу футбол, там потихоньку, не знаю, нету там особенного, какого-то, можно что-то, сыграть, не знаю, в баскетбол, или что-то так, просто так чуть-чуть, а, чтобы что-то сильно любил, футбол только. Спрашивают, смотрел ли ты матч из Ламхана, и может быть его гол видел, вот в Эмиратах, когда сейчас он играет? Да. Я смотрел, не смотрел игры, смотрел такой видеообзор, такой, когда он играет, конечно, он там и забил, и голи, и там, дает голова передачи, и очень рад за него, он очень талантливый футболист, и желаю нему, чтобы добиться своих задач, что он хочет играть, конечно, смотрел, он хороший футболист, что показываете, на поле, и за кайрат, и сейчас за свой клуб, и за сборную. просят тебя про семью свою рассказать, мы знаем, что у тебя дочки есть, вот как раз, да, вот расскажи про семью свою. да, они в Сербии, да, не было варианта, поехать туда, например, на карантин? да, у меня есть две дочки, одна годы, один, 8 месяцев, а другая, 7 лета, конечно, они, мне, мне, тоже, тяжело без них, я не, тоже, без меня, ни каждый день на связи, так трудно, вообще, если честно, такая ситуация сейчас получилась, начало, когда это все начало, мы хотели полететь домой, чтобы были рядом со семьей, потому что и жени сейчас, конечно, трудно, она одна с ними, одна маленькая дочка, одна чуть-чуть старшая, нужно с одной, со второй, одна хочет внимание, маленькая, с другой, нужно учить, это все это тяжело, и конечно, могли это время быть местами, просто не получилось, потом, это, когда это все это закрыло, так, это тяжело, не только мне, есть очень много футболистов, что здесь без, не очень много, но и футболистов без семьи, примерно Иваня Маевски, у него жена родила, не могла полететь домой, Жарка Томашеевича, и это, конечно, трудно очень, а что сделать, я думаю, это все пройдет, все пройдет, и я думаю, все это наладится, и потом, можно увидеться, и будет все полегче. Пока у нас показывают, две минуты эфира осталось, а такой вопрос как раз пришел, правда ли, что тебя позвали в сборную Сербии, но узнали, что ты уже гражданин Казахстана, и все. Да, да, они мне два раза звонили, не звонили, я прочитал, прочитал, први раз после игры, с Пуэлом, когда пришли с Дису, групповый этап, после этих пенальти, так да, там тренер интересовался за сборную, и потом, прошли год тоже, когда играли дома с Дисом и Манчестером, тоже, тренер интересовался за сборную, но они не знали, что я играл за сборную Казахстану. в которых я купил Манчестисок, я их не знал, что мне надо вернуть. Продолжение следует...